Мы возим все, спид, туберкулез, гипотез, гипотез, все возим. Нам обещали, что там молоко, с молоком там что-то не получилось, сказали деньгами. Разговор закончился, тема закрылась, и на этом все закончится. Водители скорой помощи снова вышли на забастовку. Теперь число возмущенных гораздо больше, чем в прошлый раз. Причина – скромный оклад, который не позволяет обеспечивать семью, рассказывают собравшиеся. У нас был оклад 6900 рублей, прибавьте 690 рублей к этому окладу. Получается 7590 рублей. Вот подняли нам, при этом отменив все стимулирующие выплаты. То есть я получил зарплату 10600 рублей. Это вместе с ночными, с переработками, с праздничными. После подобной забастовки в мае со стороны Минздрава были обещания поднять заработную плату водителям. В соответствии с несенными изменениями, должностной оклад санитара водителя. Вот как переквалифицировали это в Минздраве Крыма. И в скобках они расшифровывают. Профессионально квалифицированная группа, медицинский и фармацевтический персонал первого уровня. Их не существует в природе. Есть водитель. То есть это получается фельдшер или санитар должен сам ездить за рулем. Увеличен на 47%. То есть они не подняли никому. График работы ненормированный. Вызовы не только днем, но и ночью. Команда, врач, медсестра и водитель. Чаще всего единственный мужчина в группе. Ситуации бывают совершенно различные. Практика богатая и рискованная. Вся суть, что работники наши брошены на произвол. То, что мы собираемся коллективом, по концовке никакие вопросы не решаются. Но самое обидное для них то, что их труд не соизмерим с доходами. А прожить на копеечную зарплату, сопоставляя ее с уровнем цен в республике, уже почти нереально. Компетентные лица считают, что находятся в одной лодке с водителями скорой. Я целиком поддерживаю вашу позицию в части необходимости увеличения заработной платы и доведения его до уровня соответствующего нашим расходам. Еще раз говорю, что нами работа проводится постоянно. Но пока в настоящее время то ли мы неправильно излагаем наши мысли, и ваше эмоциональное изложение, оно, я думаю, поддержит или вдохновит наших учредителей на принятие решений в отношении зарплаты. В Министерстве здравоохранения республики сообщают, что заработные платы, согласно постановлению, поднимали. Но почти все крымские водители не имеют квалификацию водитель-санитар. Предлагают такие выходы решения проблемы. Заработная плата водителей, она формируется, собственно говоря, только из расчета одной ставки. Отсюда у нас получается проблема, когда достичь целевых показателей на сегодняшний день по заработной плате водителей при условии, при таком базовой заработной плате, не представляется возможным. Поэтому, что предпринимается на сегодняшний день, или то, что можно было бы сделать на сегодняшний день, администрации станции скорой медицинской помощи, или центра экстренной медицинской помощи медицинных катастроф, это все-таки пересмотреть положение начисления стимулирующих выплат сотрудникам скорой медицинской помощи. Такое поручение было дано. Шоферы скорой помощи боятся, как бы их терпение не лопнуло. Постоянные обещания и отписки ответственных лиц могут быть следствием массового увольнения. И тогда ни одна карета скорой помощи не доедет до пациента. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин